Парад выпускников Чтобы остаться в профессиональном топе, надо получить не меньше трех за год. В этот раз Ирина Воронина делится своим опытом с теми, кто не в силах выехать за рубеж. За ее плечами большой опыт и очень много известных школ. Это Ирина Агрба, ее школа готовит российских парикмахеров. К тому же, кстати, команда российских парикмахеров уже 16 лет берет только золото. Дальше Харьковский, тоже очень известный парикмахер. Винокуров, известный топ-стилист. Сейчас профессионалы будущим невестам рекомендуют легендарные пучки различных форм и текстур на затылке и макушке. Говорят, да, и лаконичным хвостам. Не сдает позиции ажурное плетение. Что же до локонов, то предпочтение отдайте голливудской волне. Но и здоровые прямые распущенные волосы тоже могут подойти для торжественной укладки. Но разговорами сыт не будешь. В руках Ирины спорится уже пятая прическа. Мы не громоздили какие-то супер дома на головах и учитывали внешние данные природные каждой девочки. Там, где нужно было скорректировать узкое лицо. Например, в данной ситуации мы использовали технику вот такого вот ажурного, не совсем плетения, но такой ажурной техники. Для девочки, которая не очень высокого роста, постарались скорректировать и вытянуть ее силуэт как бы повыше. Тем самым создали вот такой воздушный пучок наверху, на макушечке. Для девочки очень изящной, очень такой молоденькой. Не стали ничего сделать такого громоздкого и тяжелого. Использовали такой элемент, как пена, которая делает ее воздушной. И подчеркивает все ее такие вот милые, милые, мимешные черты лица. Наша Алисочка очень статная, очень красивая модель. Для нее использовали вот такой вот вид прически, который подчеркивает ее стать, можно так сказать. Вот она такая монолитная. И наша Даша, которая была у нас с заключительным таким ярким пятном. И вот в образе Даши мы использовали вот такую диадему а-ля корону. А это еще один хит. Украшения монарших особ дизайнеры пускают в массы и предлагают носить их по случаю и без. Как минимум второй год подряд модные показы не обходятся без тиар, диадем и корон. В этом году на модной вечеринке Медгала 2018 звезды смело следовали теме – божественные тела и католическое воображение. Выгуливали наряды и поражали умы. Как видите, корона у каждой второй. Отыскали мы автора и этой хрупкой тиары. Знакомьтесь, Валя или Валенсия – ее псевдоним. Творчеством начала заниматься еще в детстве, а недавно получила мастер-класс от известного румынского дизайнера, автора собственных показов и, нескромно сказать, изделий, сделанных для самой Джей Ло. Это Лиля Карауш. Она занимается этим очень давно, плетением именно тиар. Я ей написала в инстаграме, и она мне ответила. Она согласилась мне дать мастер-класс один, который длился три часа. И она сказала мне так, что если это твое, то за три часа ты должна понять весь смысл вот этого всего рукоделия. Теперь ей тоже есть чем похвастаться. Из благородного горного хрусталя она делает вот такую красоту. География ее заказов растет. Творчество оценила уже и итальянская невеста, и российские модницы. А эта тиара уезжает в Дагестан. На Востоке, как известно, такие вещи просто обожают. Это моя самая трудоемкая работа, на которую ушло тысячу кристаллов. Она сделана в стиле этно, она напоминает русский кокошник. Вторая работа, вот покажем, вот такой нежный ободок, он двойной. Он подойдет под любой наряд. И выпускницы, и невесте. Сделан он тоже из горного хрусталя. Очень красиво смотрится под любой образ. Эта модель, она сделана в королевском шике, стиль. Выполнена, опять же, из горного хрусталя. Тут есть элемент стра сфоровского. Подходит, опять же, для каких-то вечерних туалетов, для выпускниц или на какие-то вечера, выпускные. Застенчивые образы идут вразрез с модой, поэтому не бойтесь ярких и модных аксессуаров.